Всем привет, дорогие друзья! С вами Кнархонт, и мы продолжаем нашу Австралию в дне победы четвертым. Ну что, здесь стоит совсем чуть-чуть, уже скоро Рейх однозначно падет. Здесь, смотрите, с юга он страдает от Соединенного Королевства, здесь отстрадает тоже от нас. С севера на него высадка французов, высадка Нидерландов, но не этих стран, а просто высадка союзников, можно сказать. Единственное, что у него где успешно пока, это еще в районе войны с Советским Союзом. Но на самом деле, смотрите, у него здесь уже во многих частей значения это не хватает. То есть, я не знаю, как он воюет, и каким макаром Советы не могут его пробить, по мне, это очень странно. И, кстати, если бы мы не вмешались, то, скорее всего, вот эта бы линия продвинулась дальше. Война... В войне еще кто, в принципе, активно сейчас? Наверное, Япония и все, да? То есть, Третий Рейх, видите, все остальные капитульнули. Ну да, Япония и китайские провинции, все, в принципе. Япония, что здесь? Ну да, Япония будет долго вывать, то есть, здесь сложно будет пробиться. Хотя, вот сейчас я уже вижу то, что тут полно прогалов, Япония не везде нападает, они больше стоят. Но то, что война с Третьим Рейхом сейчас идет, это намного важнее. И тут, видите, частей очень и много у него. Ну что, мы продолжаем нашу кампанию по постепенному его захвату. У нас тут, кстати, прибыло 25 частей, а это... Ой, как прекрасно, ребятки! Очень прекрасно! Просто невообразимо! Мы делаем вот так вот и отправляем их как можно быстрее вот в Будапешт. Потому что здесь нам сейчас просто необходимы будут новые части, так как враг может в любой момент пойти в контратаку. Так как мы здесь вроде бы и стоим, и все хорошо, но на деле нет, то надо бы нам как-то этим себя заняться. Так, сейчас мы здесь закроем Братиславу, тем самым он дальше уже пройти не сможет. Я бы хотел дальше двинуться, но я вижу то, что Брно мы, скорее всего, так легко не возьмем. Но сейчас посмотрим. Запускаем время. По производству что у нас, кстати, мне интересно. Так, у нас 48 пехотки, 10 арты, 300 транспорта, 3 допки, 400 танков, даже буксирное ПТО есть. Строится, строится, строится. Стали у нас мало. Я же закупиться теперь могу, точно. Я же теперь-то могу закупиться у Советского Союза сталью-то. Конвои нужны. Производство... А почему у нас производства конвоев нет? Есть вообще-то? Вообще-то есть. Мы закупились вообще в торговле-то? Алло, сталь закупились, да, но только 106 у нас. Вот, уже хорошо. Поэтому давайте мы поднимем повыше конвоя. Союзнический промышленный совет. Отлично, 4 фабрики получаем. Ух ты, просто баф хороший. Производство оружия в Австралии. Скорость конверсии нет. Нет, научное сотрудничество, да. Я бы сказал, да, ему. А что-то еще? Тут мы все исследовали с вами. Здесь у нас, в принципе, на армию бонусы, финансирование, финансирование, пехота, скидка на арту, на подлодки, на все остальное. Ну, такое себе, на самом деле. Так, нам надо еще все из этого. Производство оружия в Австралии. Ну, ладно, возьмем. Не хотел брать, но, как вы видите, вынужден. Потому что нам это заставляет делать. 15 фабрик, да, и в целом неплохо. То есть, да, неплохо, неплохо. Нет, давайте мы сначала застроим все-таки основные свои регионы. Вот эти вот острова. Потом уже всем остальным. Ладно, займемся. Окей. Окей. Так, потому что это сейчас важнее, на самом деле. Застроиться здесь фабриками своими. Они нам пригодятся. У нас по ресурсам как, кстати? У нас обязательные службы всего на все. Мы даже можем и выше, в принципе, поставить. То есть, нам никто не мешает, если мы накопим. Только, пожалуйста, как говорится, берите. Не хочу. Так, здесь мы пытаемся продавить. Здесь мы тоже выдвигаем наши части сюда. Здесь идем в атаку. Здесь брно мы продавили, да? И, в принципе, продавили здесь. Вот эту вот часть мы вряд ли сможем продавить. Да. Давай. Вот, лацан. Слишком много. Да, есть такие места, где у врагов очень много... Как сказать-то? Здесь он вообще отступил. Отлично. Пытаемся выбить. Убиваем. Давайте поможем с этого направления. Ладно, давай поддержим вот так вот. Хорошо. Здесь мы выбить не можем. Или сможем. Мне даже интересно стало. Мне даже самому интересно стало, что мы тут сможем сделать, а что нет. Смотрим. Так, совета увели отсюда свои войска. Точнее, не увели, а уводят. Понятно. Так, брно мы взяли. Мы уже под прагой, можно сказать, почти. Е-мое, ребятки. Ну, как вот так, а? А, чертура Чехословакии. Ну, и ладно. Я думаю, здесь что-то будет оригинальное. Давайте идем сюда. Так, здесь он нас решил обороной задержать. А мы его тут немножко задержим. Понимаю то, что это самоубийство, но нам надо продавить вон там вот. Значит, как-то не очень давим, конечно. А какие у нас шаблоны пехотки, мне интересно? Ага, шаблоны пехотки-то, в принципе, знаете ли, хорошие. Сюда еще по-тоу только добавите, будет вообще идеально. Поэтому ладно, на самом деле, ладно. Все вполне себе неплохо. Так, выбираем самоубийство на атаку. Атакуй, пожалуйста, как хочешь. Здесь атака до сих пор идет. Здесь самоубийство на атаку заканчиваем. Здесь вроде давим, вроде и нет. Здесь даже начались небольшие высадки румын. Румынские территории отбирают. Ну и ничего так. Тут Соединенный Королевство вообще что творит? Как-то не особо оно что-то творит. Вот, знаете ли, я смотрю. Вроде есть, а вроде нет. Так, вы где? Ой, как они далеко-то еще идут. Ё-моё. Нам бы сюда помощь резко бы не помешала. Ой, а вы что, серьезно думаете, что я не смогу продавить его? Так, с трех направлений? Не, конечно, идея хорошая, но... Интересно, мы сможем бахнуть Прагу? Так, ну все-все-все, со всех направлений-то не надо, не надо, дружок. Идешь сюда, идешь сюда. В принципе, можешь даже помочь, наверное. Ага, вступаются части. Так, атака сюда не задалась. Здесь аж по две части у нас стоят. Ой-ой-ой. Сюда одну отводим. Воюем так потихонечку, воюем, знаете ли. Не особо торопясь. Не особо рискуя. Вот здесь вот не очень продавливаем. Но здесь горы в основном везде. Ну да. Ладно, есть равнина. Ладно, есть равнина. Есть, есть, есть. Ничего не скажу. Кого я куда отвел? Куда? Погоди. Куда ты пошел? Братислава здесь под нашим контролем. Я же хотел тебя в Прагу отправить, друг мой. Пошел. Ай, уже атака не удается. Давай сюда. Совет, а вы не хотите нам, я не знаю, передать регион? Давайте в Австро-Турецкую войну их призовем. И какой у нас склад войну? 23 процента. Боже мой, ну серьезно. 23 процента у нас. Мы всего 23 процента сделали. Как это классно. Как я просто молчу. Мы внесли 23 процента. Конечно. Прям взял и поверил. А что вот эти две части здесь делать? Погодите. Я не понял, откуда я вас? Увел-то вообще. Мне даже стало немножко интересно, но откуда я их увел? Ну ладно. Давайте до вас сюда пока. Так, он нас атакует отсюда, и тем самым он немножко здесь себя... Ой, нет, понятно. Самоубийственно просто. Просто самоубийственно. Нет моих слов. Так, здесь держим. Ставим в оборону над двумя частями. Здесь у нас начинает... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты куда отступаешь, дружок? Погоди. Ой-ой-ой-ой. Так вот, значит, да? Начинает немножко действовать. У меня вот эта вот часть вообще не нравится. То есть то, что он сейчас делает, мне не нравится однозначно. Так, здесь мы встали. Возвращаю сюда части свои. То успеешь или нет, мне интересно. Не успел. Ладно, стоим. Боимся. Боимся. Пытается продавливать. Но у него это, кстати, неплохо получается, потому что все-таки как-никак много чего у него есть. Так, одну часть мы отсюда убираем. Убираем, убираем вот сюда вот. И одну часть вот отсюда мы убираем вот сюда вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дружочек-то. Становится агрессивнее у нас Третий Рейх. Для нас это вообще нехорошо. Я думаю, вы понимаете. То, что нам агрессивный Третий Рейх, как бы сказать, это не задался совсем. Нам и так вот неплохо жилось. Так, он отступает отсюда, но он, видите, пытается нас там выдавить. Он, походу, от этого фронта сбавляет все на нас. То есть, реально, здесь уже прогалов столько. Ост-Индия. Государство Ост-Индия просит проход. Держи проход. Советское Союзное, не хочешь попросить? А, он даже не согласен. Большую долю оккупированных земель. Ну, серьезно. Ну, какая еще большая доля? Алло, ты о чем? Мне интересно, что тут Югославия делает. Каким фигом она захватывает территорию, которую я только что захватил? И вообще, которая под моим контролем, как бы, а не под чужим. Ну, ладно. Ага, ага. Ого. И. Получаем тут вот такое. Добро сюда на время, сюда. Сюда. Три, три с половиной солдата воюют. Только что поднятые с койки, да? Судя по тому, как они тут... Не, вообще, эту зону важно продавить. Да. Так, вот здесь мне вообще не нравится вот этот захлест такой. Мы просто сделали. Так, а здесь он все-таки, ну да, он остался на этой территории. Он все-таки правильно повел себя. Молодец, молодец. Ну, понятно, что он сюда свел свои большинства своих частей. Мне интересно, сколько там у третьего рейха вообще? Ой. Ну, 40 заводов, кстати. Ух ты, юма себе. Не хи-фа себе, я бы сказал. И даже, между прочим, немало. Так, у нас пришли части. Давайте мы их немножко обучим. Потому что иначе такими воевать вообще бред. Так, он начинает выдавливать. Ага. Начинает это дело. Начинает. Молодца. Мы отступаем вот сюда. Вот. Мы закрываем немножко линию фронта. А он не хочет, да? Атыковать он дальше не хочет. Молодца, молодца. Не успеем. Или успеем? Подожди. Через 17 часов, через 6 часов. Успеем. Ну, атака здесь, конечно, в прямом смысле очень больная. То есть, атакует его две дивизии, да? Ну, кстати. Всего-то две дивизии. Три дивизии. Ладно, три. Три дивизии уже страшно. Я согласен. Давайте в Брно отступаем. Так, а нам нужно уже по ходу части. У нас начинают теснеть по некоторым фронтам. И это очень неприятно. Прекращаем самоубийственные атаки. Прекращаем их. Так, сюда одну часть. Тут просто горы. Здесь они и так, в принципе, задержатся. Нам надо на другие районы смотреть. Там, где гор нету, и там, где проблем явно больше. Так, электролюкс. Отлично. Следовали. Новое вооружение, да? Которое нам теперь доступно. Против бронетанков, противотанков. Ну, такое себе дело, на самом деле. Сейчас брать моторизированную пехоту. Доля пехоты. Так. Что у нас тут? Дошифрование. Шифрование вообще по логике, да? Здесь у нас строительство. Дальше. Дальше рано. С артой. С доктринами у нас все идет. С артой. 42-й год. Есть арта. Давайте возьмем за 8-6 дней. Производство старой пехотки. Мы не успеваем пехотки заменять, ребята, на самом деле. У нас одна пехотка, потом другая. Третья. Четвертая. Пятая. Десятая. У нас просто пехотка за пехоткой. Идет и идет. И мы просто не успеваем с этим добром. Начинает здесь атаковать. Там. Он везде пытается атаковать по всему фронту, да? Но мы выстроили здесь в оборону. И в принципе, не считая некоторых непроблемных точек. Проблемных. Я прям так и скажу в открытую. Вот в частности, вот про эту точку, где здесь, я не знаю, обороняются 5-6 дивизий. Боже мой, это же жесть просто. Это просто ахтунг. Да. Заставил отступить. Чтоб тебя за ногу. Чтоб тебя за ногу, дружок, а? Да стой, хоррэ уже. Хоррэ, я тебе сказал. Хоррэ. Ну, серьезно. Вот, молодца. Нам тут немножко пришлось сдать территорию муравей. Муравей, потому что мы не можем сдерживать такой натиск. Ну, врага реально много, ребят. То есть, ну, вы сами видите, частей у него здесь. Ай-яй-яй. Кстати, он давит в Советский Союз. Ага. Давит, давит. А что если бы мы не помогали? Вот просто сейчас пытаюсь это представить и понимаю то, что был бы вообще просто пипец лютый, на самом деле, для Советов. Если бы мы не помогали, это же трэш бы для них был. Как бы они сопротивлялись, да? Чем бы, чем бы, как бы. А вот, 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 вопрос. Это именно что, большой вопрос. Нас там пытаются что-то атаковать, мучают, мучают, мучают. Мы тут такие стоим спокойненько. Мученики, да? Вообще, вот, хорошо было бы этот котел зажать. То есть, я вот смотрю на него, я понимаю то, что этот котел было бы неплохо сделать. Ой, а тут сколько дивизий-то он переправляет. Море же. Просто море дивизий отправляет туда на помощь. То есть, все с Восточного фронта он все сюда перебрасывает. В Восточном фронте, как вижу, у него немало частей. А мы сможем вообще продавить? Не знаю. Ну и вообще можем. В принципе, этим и страдаем. Просто страдаемся ли. Нам сюда еще часть нужна. Помоги! Ну, советы, ну, помогите хоть одной частью. Я не знаю. Хоть для красоты одну часть сюда запустите. Не хочет ни в какую. Ну, вот, красавцы. Вот он сейчас сюда приведет отчасти на помощь. Смотрите. Он приходит через 20 часов. Я прихожу через 16. Ох! Ох-охо! А это интересно, между прочим. Это, между прочим, интересно, знаете ли. Да! Да-да-да-да-да-да! Стойте, 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 ребятки. Погодите. А ты серьезно? Ну, давай, давай. Ну, вторая часть. Я в тебя верю. Он отсюда пытается вывести 7 своих дивизий. Ух ты ж! Ух ты ж! Нифига себе! Так, нам удается сделать здесь. Смотрите-ка, какой хороший закуточек. Вообще идеально. Выводит отсюда свои войска. Да-да-да-да-да-да! Отлично! Просто отлично! Мы получаем тут возможность небольшого прорыва. Так, здесь он освобождает территорию. Тем самым, давая нам возможность сюда ворваться. Мы, естественно, этим сразу же пользуемся. Здесь он пытается закрыть, да, ту территорию, куда идем мы. Я, конечно, против такого дела, поэтому мы контратаку делаем временную и здесь атакуем. Здесь, конечно, медленно двигаться. Так, через пару часов. Все. Защищаемся. Давай тебя тоже в помощь отправим. Ладно, иди. Британия хочет проход. Держи, пожалуйста, добротня. Я добрый сегодня. Ох ты, нифига себе, какой у нас тут флотик-то. Ох, южный флот, да? Флот просто огонь. Как там у Японии дела, кстати? Никаких особых продвижений, кстати. Только тут, так сказать, те советы получили свою территорию. Но сейчас война идет медленно, ребят, потому что... Точнее, время, потому что мы же смотрим за всем, что происходит. Значит, все, берем, убираем одного человечка вот сюда вот. Назначаем тебе, я не знаю, куда. Давайте вот сюда вот будем силы к прорыву сравнивать. И 24, тут явно нужен бы новый генерал, да? По навыкам смотрим, что у нас. У нас там 6, 4, 3. Ух ты. На самом деле интереснее. Когда здесь вот есть лист пустыни. Ну, лист пустыни, я боюсь, там тут... Зато есть фельдмаршал. Вот, фельдмаршал Томаса. Идешь, тут горы, да? Тут я бы не продавить. Тут тоже горы. Ага. Давайте мы немножко этим Томасом отвлечем части вражеские. То есть вот в этот район прорвемся. Давайте попытаемся. Я посмотрю, что из этого выйдет. Томас, давай. Я в тебя верю. Опа-на, опа-на. Удалось прорвать. Но нас сразу же, смотрите, просто со всех сил отсюда выгоняют. То есть, смотрите, нам удалось прорвать часть. Но он привел просто кучу своих частей, подкреплений. И мы сразу же начали проседать просто по полной. Так, здесь делаем атаку. Тем самым заставляем его отойти. Окружение здесь удалось. В горах Альпу. Это ведь кто от нас? Это в Трансильвании. Трансильванские горы. Нам удалось здесь делать окружение. Здесь наши три части просто против кучи вражеских территорий. Территорий, говорю. Куча врагов. Бьются, бьются, бьются во всю. О, и здесь, так как и укрепление, он начинает шпиговать. Это же жесть. Так, танки он перебрасывает сюда. Бессмысленно, бессмысленно бить. Просто бессмысленно. Так, а что у нас с ротами? У нас с обуксированным по того 150 всего единиц. Так мало? Ух ты, как мало-то. У нас не стали не хватать ни Вольфрама, да? Ой, может закупиться все-таки Вольфрамом-то. Да, Вольфрамчиком можно бы и закупиться еще. У штатов... А, у нас конвоев нет. Ну, все понятно. Никакой закупки тогда. Так, удается атака. Отлично. Здесь нам тоже удалось прорваться. У меня вопрос другой. Мы смог... Ой, нет, нет, нет. Слишком много частей. Дается там кого-то откинуть. Здесь враг уже все сел. То есть, да. Нам удалось укрепиться ровно так, чтобы он дальше никуда двигаться не мог. Скорость мой навык, кстати, нет, еще не скоро. Ну, ладно. Так, а что здесь? У нас приходят новые части на подкрепление. Ой, как прекрасно сейчас будет. Как сейчас будет красиво на самом деле. Смотрите, мы идем, рвемся сразу же сюда. То есть, мы не стоим на месте, тем самым пытаясь действовать. Здесь давайте временно задержим врагов. Никому я там проход давать не собираюсь, извиняюсь. Конечно, но нет. Так, здесь нас пытаются заатаковать, задержать. Мы прорываемся дальше. Ведем сюда часть на подкрепление. С Польшей пакта не выпадения. Польша у тебя вообще не существует. Извини меня, но на кой черт ты мне сдалась тогда? Так, здесь пытаемся продавиться. Там поддержать. Здесь нам удалось их окружить вообще по полной. То есть, смотрите, они уже страдают. У них реально нету ни снабжения, ничего. Как у нас склад войну? 75. Советский Союз почти пал. Ох, боже мой. С чего у него, Москву взяли? Почти, смотрите. Москва почти пала, ребятки. Просто. Я тут отвлекаю, не знаю, сколько немецких частей. Здесь их союзники... Ой, союзники продувают. Ох, нифига себе. И они просто вовсю давят советов. Просто советы сейчас Москву потеряют. Вот если бы он на этой части сейчас бы атаковал, то все, Москва бы пала. Поймите, советы бы грохнулись. И представьте, третий рейх с мощью всего... Ох, это же было бы жесть. Это же было бы просто жесть, ребят. Продавливаем дальше. Я пытаюсь спасти как могу Советский Союз. Я понимаю то, что в одиночку мне это не оселится. Моих частей много, да, конечно. Ничего не скажу. Мне удалось укрепление здесь делать. Держаться. Но я не уверен. Не уверен, что мы сможем что-то сделать без Советского Союза. Без него это почти нереально. Мы здесь пытаемся оттянуть части рейх. Хотя вот этой вот атакой под Киев. Я не знаю, поможет ли это чем-нибудь. Но вот, вроде бы, одумался Советский Союз. Он выставил свои части по границе. Я так понимаю, он начал их отводить отсюда. Да, с японского фронта. Ох, боже мой. Это вообще трагедия, ребят. Трагедия. Здесь они сейчас продуют. Тут легионерская Румыния начала. Ох. Боже мой, я же ее капитульнул. Но все равно она действует. Она работает. Несмотря ни на что. Она еще живая. Она держится. Надежда теплится. Да, 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 да. Это очень плохо, то, что сейчас происходит. Отступление зачем-то сделает. Ой, как плохо. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Но отступление под Киевом идет. Я думаю, это какое-то должно тело движения делать у рейха. Да, он вроде бы сдвигает отсюда части. Но мне страшно за Соединенное Королевство. Они же вроде бы все сделали. Тут высадку французов тоже задержали. Нидерланды тоже стоят. Дальше не продвигаются. Ох ты. Больно. Больно. Так. Я вижу то, что тут он оставил в горах. Без защиты почти территорию. Атакуем сразу же. Сюда. Так, здесь я вижу то, что мы можем пробраться в горы. Здесь тоже можем пробраться в горы. Здесь пока держим. Здесь пытаемся тоже пробить горы. Здесь пробиваем пустую территорию. Здесь врываемся сюда. Здесь атакуем этой частью еще заодно. Идем, 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 идем. Ох, он освобождает и тут, и там. Отлично. Удалась киевская операция. Да, удачно. Он пока отводит отсюда войска. Мы там сможем что-то прорвать и что-то сделать. Отлично. Просто красавец. Комп, ты немножко того. Ну ладно. Он нам дает возможность, так скажем, воспользоваться его слабостями, его неудачами и его попытками, не знаю, что там сотворить. Благодаря этому мы сейчас берем удачно все. Так, здесь идет атака. Ты идешь сюда. Отлично. В мае 42-го. Рейх вроде бы уже должен быть слабеньким. То есть мы его реально же здесь заставили подтянуться. Так, пока эта часть сдерживает, чтобы вот эта вот успела прийти. Она вообще очень долго идет. Здесь горы, я конечно понимаю, но она не успевает. Ну чтоб тебя за ногу. Ладно, стоим. Так, здесь пока наш фронт выравнивается. То есть они получают бонусы укрепления. Так, сможем? Можем. Можем, 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 можем. Давим, давим, давим. Давим однозначно. Плюем на все то, что там есть и просто давим. Так, здесь что? Вроде бы мало частей, но я не знаю, у нас нет разведки просто. Мы не исследовали нужные технологии. Из-за этого такие проблемы дикие. Так, по производству что у нас? Народу есть. Можно бы еще дивизии. Но куда их уже нет? Хватит. Хватит дивизии. Под Киевом почти уже. Но здесь есть одна небольшая проблемка с тем, что у нас прогал во фронте. Да, но его вроде бы заполняет. И в целом мы уже давим не особо активно. То есть видите, он сопротивление оказывает. Привел сюда части, но благодаря этому нам удалось несколько проф здесь отбить. Он здесь пытается контратаковать эти две части. Так, здесь нам удалось пробиться. Держим здесь вот эту вот армию. Да, удалось. Так, здесь тоже вы все зря идете. Одна идет, две остаются. Все, 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 красавец, красавец. Удалось, удалось. Бьем сюда. Бьем с этого направления. Да, забираем сейчас еще и эту территорию. Ой, какой он красавец просто. Ой, что он творит? Просто, просто молчу, ребятки. Что он творит, а? Танки. А мы не можем танкивать пробить. Или можем? Даже как бы... А, нет, можем. Врываемся туда сейчас. Падение! Ох, нет! Вот! Сегодня на рассвете немецкие танки прорвались через поспешно возведенные оборонительные сооружения на улицах Москвы. Красную площадь заняли части моторизированной пехоты. Густой дым от множества пожаров затянул город, а в это время немецкие войска ворвались в Кремль. По рассказам очевидцев, справиться с войсками НКВД готовим стоять на смерть удалось только с помощью гранат и огнеметов. Теперь советская столица в руках немцев, но от нее остались лишь дымящиеся руины. По неподтвержденным данным, мумия Ленина из Мозволея была ранее эвакуирована на восток страны. Ни фига себе! Советы! Чё моё! Советы вы... Вы вообще, я не знаю, вообще в себе? Вы Москву сдали? Москв... Ох, боже! Я просто молчу про этих советов. Ну, я не знаю, но как? Как можно было сдать Москву, когда я тут сдерживаю тело? Ну, 40 дивизий где-то его здесь держат, дивизий держат. Как? Как? Объясни мне, как? Или я не понимаю. Вот тут зачем столько дивизий держать здесь? Вот смотрите, советы здесь держат, я не знаю, какое количество дивизий. Они не атакуют ими, они просто стоят. Боже мой, я не могу этого понять. Сейчас просто, на самом деле, остается банальщина. Ему взять Сталинград и уже шанс того, что капитулируют советы, уже почти близко. То есть, я не знаю, здесь останется мало очков у советов, которые дают им возможность как бы дальше двигаться. Ну, вот Севастополь, да, если они отберут Севастополь ещё, то будет вообще фигово. Но здесь вроде пока атак нет. Да, я не знаю просто, как это назвать, ребят. Они просто берут, атакуют и забирают. Моя киевская операция вроде бы оттянула части, но я как видел, она оттянула в большинстве своём отсюда. И часть оттуда, и ничего не дала. Я не понимаю просто, как, как так можно. Я не знаю. Я просто не знаю, что сейчас будет. Я понимаю то, что будет трэш. Трэш, ужас, ещё что-то. То есть, совет уже на грани, ребят. Советы на грани. Не знаю, как им помочь. Я просто не понимаю этого. Вот, а я тут вижу прогалы, которые нам оставляет Рейх. Я однозначно ими сразу же пользуюсь. Потому что потом этого может не быть. А нам надо продвигать наш фронт. Я не знаю. Нам надо как-то помогать Советскому Союзу. Хоть как-то. Я не знаю. Наши части здесь пытаются. Конечно, вы можете предложить, чтобы я их сюда отправил. Но вы представляете, я себя туда отправлю. Что будет тут? Тут начнётся тоже давка Рейха. И тогда всё. Ну, совет. Вот, обороняются здесь небольшие части. Здесь всё. Остальной фронт просто дави, не хочу. Я молчу, ребят. Я просто молчу. Советский Союз. Шанс капитуляции. 50-25. Блиско капитуляции на 66%. Просто. Рейха немножко потерял. Да, то есть тут наша помощь, как говорится. Тут Братислава. Тут Брно. Вена. Мы это смогли сделать, да? Вот. Мы даже смогли вот эту территорию отбить. Верхней Австрии. Закрепляемся. Опа-на. Опа-на. Что он нам даёт? Смотрите-ка. Ой-ёй-ёй-ёй. Танки, да? Ох ты, сколько он частей-то. На одну нашу дивизию он повёл три своих. И мы, кстати, не можем танки пробивать. Ой, плохо. Я понимаю то, что с немецкими танками нам воевать-то особо не с руки. Но я ничего сделать не могу сейчас. У нас потому что нету частей. Опа. Опа-опа-опа. Вот это интересно сейчас получается. Компания. Вот это интересный момент. То есть мы смогли сюда прорваться. Давайте-ка. Фух. Я не знаю. Киевская операция, кстати, идёт. То есть нам удалось здесь заточь неплохо продвинуться. Как видите, по территориям. Окружение здесь тоже закончено. Нам удалось здесь взять. Ну что, ребят. Давайте заканчивать на этом серию. Она очень тяжёлая была сейчас. Ввиду того, что я не знаю как, но рейк до сих пор давит Советский Союз. Я на самом деле рад, что я усилил, но так это странно. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать лайками, комментарии. И всем до скорых встреч. Пока-пока.